так все показываешь да сегодня мы рассмотрим ручку динхао 992 достаточно доступная по цене ручка в интернет магазинах может стоить от 250 рублей неожиданно оказалась достаточно качественной и сейчас мы будем писать разные надписи в том числе специально будем писать иероглифы потому что на иероглифах много используется много разных углов для пера и если перо несовершенно это всегда сразу видно на европейской надписи может быть не очевидно что перо имеет недостатки ручка казалось довольно удобной хорошая форма классическая навинчивающийся колпачок внутри колпачка есть второй колпачок защита от пересыхания отдельно об этом поговорим раньше такая улица была только на достаточно раз раскрученных марках таких как японские японские ручки платином или тайваньские ручки твсб и но на такой доступной ручки тоже есть эта опция защита от пересыхания когда мы можем заправить ручку положить ее на полку и потом взять через три месяца писать как будто она только что заправлена соответственно здесь вот классическая форма небольшой небольшая деталь из дополнительных кусочки кусочка пластмассы довольно красиво сделано и попробуем писать потом и сейчас после того как попишем разберем ручку посмотрим как ее можно чистить при необходимости чернила сегодня используем достаточно простые но у нас ручка простая и вот обычные чернила которые продаются в любом сельском магазине за 65 рублей не пытаюсь продвинуть мысль что дорогие чернила и дешевые чернила это одно и то же но вот просто в данном случае показываю что дешевые чернила тоже можно иногда использовать напишем название латинскими буквами дин хао по-китайски это означает соответственно золотое мастерство золотой талант и пишем китайскими знаками иероглифами соответственно можем написать обратной стороной как видим пишет замечательно писать одно удовольствие вообще никаких проблем с подачей чернил мягко ничего не царапает и соответственно сейчас попробуем еще посмотреть вот это устройство со вторым колпачком и попробуем разобрать устройство со вторым колпачком здесь видно на прозрачной версии ручки такое такое же устройство существует как я уже сказал на ручках платином японские тоже напишем для разнообразия надпись это у нас японская фирма мусор кисты японские и обратной стороной и так же вот этот второй колпачок используется на ручках твсб и дорогие элитные ручки тайваньские тоже очень часто делают прозрачные так называемые демонстраторы пишем пишем твсб и такое необычное название на самом деле игра слов из разных аббревиатур пишем обратно на самом деле одно из названий фирм фирмы твсб это сангрэнд хан по китайски сан пэнь пишется три знак три знак культура знак зал ну на самом деле это игра слов чаще всего означает трое придворных императора ну соответственно как мы знаем по китайски до середины двадцатого века писали вообще говоря справа налево и сверху вниз поэтому здесь мы видим написанное справа налево свт ну соответственно здесь вот в таком ребусе зашифровано еще би би по китайски это кисточка или пишущие скромные пишем обратно скромные би и ну для разнообразия еще прежде чем разобрать ручку напишем европейские надписи пишет замечательно подачи чернял очень хорошая обра обратной стороной пишет тонко Прямо пишет, так достаточно толсто, ну, средней толщины. И теперь разберем, посмотрим, что здесь у нас. Здесь есть конвертер, заправленный чернилами. Здесь мы видим резинку, техническое назначение, о которой не совсем понятно. Можно подумать, что, в принципе, есть возможность заправить чернила прямо в корпус. Однако, напрямую, сразу делать это не рекомендую, если вы не загерпенитизировали вот эту часть. Здесь может течь, потому что здесь просто такая крышечка, отдельный кусочек пластик. Перо здесь с позолотой, правда, но за полгода использовали, чуть-чуть позолот стал облезать. Что, в принципе, ничего страшного для такой ручки, такой низкой стоимости, это уже так пределька. Перо довольно жесткое, из хорошей стали, ничего не царапает, просто замечательно. Смотрим прозрачный вариант, разбираем полностью. Соответственно, вот, открутили, сняли конвертер. Вместо конвертера сюда ставятся обычные картриджи, так называемые международные, самые стандартные, интернешнл. Вот здесь также вторая резиночка. Вот здесь видно, что это кусочек пластмассы с заклепкой, да? Видно? Да. Перо в данном случае без позолоты, стальное. И для очистки его можно просто вот так вынуть, вместе с фидером, и помыть. Фидер очень хороший, из цельного пластика, с двумя канавками, с хорошей подачей чернила. И дальше вставляется только определенным образом, повернуть его нельзя произвольно. Здесь паз для пера, и фидер имеет упор, чтобы не поворачивать. То есть только определенным образом можно поставить. Обратно вот так поставить нельзя. И, соответственно, вот эта вся секция пишущая, она может при необходимости выниматься. Вот здесь блок. И, соответственно, вот здесь резиночка, прокладка. Вот мы собрали. Дальше поставили конвертер. И закрыли. И вот здесь посмотрим на колпачок. Здесь второй колпачок, вот перед сыханием, который есть, так же, как я и говорил, на платину или ТВ-СБИ. Ну, в зависимости от модели ручки, может меняться материал пластика. Это может быть мягкий полиэтилен или какой-нибудь силикон. Для таких ручек бывает необходимость, когда пролились чернила, ручка упала или что-то случилось, и нужно почистить здесь грязь и нужно вынуть этот колпачок. Он не применчен. Он здесь не применчен. Чтобы разобрать дальше колпачок, снять зацеп, то там нужно уже внутри развенчивать гайки специальные. Сам вот этот колпачок вынимается непосредственно, но это нигде не написано. В интернете это найти практически невозможно. Упоминание, как его вынуть. Я сейчас покажу такой шаманский метод. Вот у меня китайские палочки и резинка, снятая с первых попавшихся консервов. Я наматываю. Приблизительно прикидываю толщину, сколько я витков намотаю, чтобы был такой моток толстый, чтобы он вошел внутрь плотно и мог тянуть за собой. Смотрим, угадал ли я, угадал ли я, не угадал. Чуть-чуть вот так. Так, запихиваю. Вот теперь угадал. Вот мы просто вынули второй колпачок. Он просто вынимается. Он такой мягкий пластик. Ну, здесь полиэтилен. Ну, и, соответственно, дальше, если мы собираем, помыли, почистили, вытерли все. Вот он плотно туда-обратно входит. Когда полностью завечен колпачок, у нас перо, отсек пера как раз вот полностью закрыт от пересыхания, и колпачок второй внутренний упирается в пластиковую часть ручки. Все, да, я думаю.